Так, это вы кто? Представьтесь. Судя Микликского ПДФО Завячеслав Валерьевич. В смысле? Судя Микликского ПДФО Завячеслав Валерьевич, передайте, сами встаньте за трибуну. За трибуну? Назовите фамилию. Сейчас, секундочку. Дмитрий Михайлович Шарфов. Дата рождения? 11.01.1983 год. Где родились? Город Луцк, Володинская область, Союз Советских Социалистических Республик. Где проживаете? Улица Осиновая, 20. Семейное положение? Холост. Работаете? Да, работаю. Где где? Всероссийская общественная охрана природы. Заместитель председателя. Дело рассматривается в мировой суде 13-го судебного участка Ленинского судебного района Украины Новосибирска, Дмитрия, Валерий, Севастополь и Бондарев. Вам разъясняются права, предусмотренные в кодексам, в праве, знакомиться с материалами дела, заявлять податайство, отводы, давать объяснения по делу, пользоваться помощью защитника, а также обжаловать судебное постановление, если будете с ними согласны. Права понятны? Да, понятны. Сразу ходатайство. Права понятны? Понятны. Представь, вы встанете на место. Составу суда доверяете рассматривать дело? Составу суда? Да. А можно увидеть ваше удостоверение? Вопросы суда не задают. Не вопрос, это требования на основании Конституции. Статья 24, пункт 2. Органы государственной власти, их представители обязаны дать возможность каждому ознакомиться с документами, если иное не предусмотрено законом. Закон о суде. Статья 3. Судья обязан безупокоснительно соблюдать Конституцию. На основании Конституции я требую, чтобы вы предоставили свое служебное удостоверение. Мне надо убедиться, что вы являетесь судьей. Потому что кроме ваших слов, даже в других судах, на дверях таблички, кроме ваших слов, я не могу знать, вы или Дмитрий его. Все сказали? Нет. Согласно материалам дела, в телефонограмме, вы были извещены о дате судебного заседания 18 апреля 2017 года. Информация о том, кем я была назначена, когда, была назначена на должность судей, находится в открытом доступе. Поэтому, если вам сильно интересны, знакомьтесь с данной информацией. Отводы суставов суда имеете? Ходотайство имеется. Отводы имеете? Для начала ходотайства. Для начала отводы имеете? А я вам позже скажу, имею, конечно, будем иметь отвод. Пожалуйста, слушаю вас. Ходотайство об истребовании документов. Дмитрий Михайлович, у нас регламент судебного заседания существует. Ходотайство я имею право? У нас существует регламент судебного заседания. Вы меня лишаете права заявить ходотайство. И если я вас спрашиваю, есть отводы или нет? У меня на данный момент ходотайство. Требования даже. А у меня вопрос к вам. Ходотайство имеется? Да. Пожалуйста, слушаю. Отвод. Человеку в черной мантии отвод объявляю. В связи с тем, что не может удостоверить личность и подтвердить, не может подтвердить свое это, кем она является. Заявление на отвод судьи, недоверие судье. Семь раз прочти и подумай, стоит ли нарушать конституционные права гражданина. В соответствии со статьей 2, статьей 15, статьей 33 Конституции Российской Федерации в связи с многочисленным отклонением и неудовлетворенными ходотайствами на правах гражданина, приступившего к управлению делами государства непосредственно, заявляю, что гражданин черной мантии, находящийся на месте судьи, лично, прямо и косвенно заинтересован в разрешении дела, не владеет Конституцией Российской Федерации и другими законами, по моему мнению, готовы вынести антиконституционное решение по делу. А именно, было заявлено ходатайство о предъявлении, удостоверении личности, предъявлении документов, подтверждающей полномочия человека в черной мантии, находящейся на месте судьи, на должность удостоверения судьи, также паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Поведение гражданина в черной мантии, находящейся на месте судьи, не в сомнении, в его беспристрастности, компетентности, а также, на мой взгляд, со стороны гражданина в черной мантии, находящейся на месте судьи, налицо, подмена независимости вседозвольностью, что нарушает ст. 6, 13, 17, Конвекция о защите прав человека и основных свобод, измененный и дополненный протокол номер 11, сопровождение дополнительного протокола и протокола номер 4, 6 и 7, которое признано статьями 15 часть 4 Конституции Российской Федерации. На основании изложенного в соответствии с пунктами 3, пункт 1, ст. 16, ст. 19 ГПК, дальнейшее участие в процессе считаем целевосообразным, заявляя полное недоверие и отвод. В соответствии со ст. 2 Конституции Российской Федерации односторонний отказ от обязательств не предусмотрен. Внимание! Ведется мониторинг по выявлению нарушений конституционных прав граждан, предусматривающих уголовную ответственность по ст. 136. 286 УК РФ. Правосудие обеспечивается по кодексу судейской этики, ст. 1.4. В случае отказа в реализации моего конституционного права я не имею оснований считать данную гражданку судьей, и все его дальнейшие действия считаю незаконным, считаю невозможным для себя дальнейшее участие в фарсе под названием судебное заседание, под председательством гражданина в черной мантии, находящейся на месте судьи, называвшейся федеральным мировым судьей Дмитриева ЮГЭ. Заявление прошу приобщить к делу и занести протокол. В случае отклонения прошу вынести определение согласно законодательства РФ. С уважением благодарю за служение народу. Человек-носитель суверенитета, гражданин СССР Дмитрий Михайлович Шахов. Сейчас распишусь минуточку обождите. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...